Главное к этому часу. Проспект Губкина ожидает очередное перекрытие. Дорожники переходят к следующему этапу реконструкции. В Новом Уренгое дети с инвалидностью и УВЗ могут бесплатно проходить реабилитацию в центре Садко. На конечерский дом Кристины напали дважды за ночь. Не обошлось без жертв. А теперь подробнее. Ремонты никто не любит. Но даже при всей навороченности современных технологий по щелчку пальцев дороги не строятся. Новоуренгойцы, проживающие на проспекте Губкина, наблюдают из окон за ходом реконструкции главной транспортной артерии города и переживают, успеют ли дорожники закончить все работы в срок. Людям кажется, что за месяц участок закрытой трассы должен бы приобрести более законченный вид. Отмечу, докладывая главе Нового Уренгоя о ходе ремонтных работ, подрядчик компании «Уренгой Дорстрой» сообщил, что все идет по графику. С 11 июня дорожники перейдут ко второму этапу глобальной переделки. Движение перекроют уже до Виадука. На Ямале один из самых низких уровней безработицы в стране. Жителям округа доступны 18 тысяч свободных вакансий для трудоустройства в сферах производства, строительства, транспорта, добывающей промышленности, образования, здравоохранения. Для оказания оперативных мер поддержки мониторится ситуация на рынке труда. Резких негативных явлений в настоящее время на Ямале не наблюдается, сообщает пресс-служба окружного правительства. Помогают власти и населению. Например, безработные могут получить деньги на открытие бизнеса. В этом году благодаря такой помощи свое дело начали более 50 безработных. В городах и поселках округа появились новые салоны красоты, ателье, ремонтовые, станции техобслуживания, рекламные агентства и магазины. Также северяне могут пройти бесплатное обучение по самым разным программам в лучших образовательных организациях страны. На закупку флагов и гербов для российских школ правительство выделит около миллиарда рублей. Распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает Кабмин. В этом году новыми комплектами государственной символики обеспечит 11 тысяч школ в 31 регионе, а к 2024 все общеобразовательные организации страны. Напомню, связано это с тем, что с 1 сентября в школах в начале учебной недели будет исполняться гимн и подниматься флаг. По мнению экспертов, эта традиция поможет сформировать у подрастающего поколения чувство патриотизма и гражданственности. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что нужно достойно реализовать инициативу. В Центре социальной помощи Садко уже год функционирует микрореабилитационный центр. Здесь помогают новоуренгойским семьям, где растут детки с особенностями развития. Занимаются в Центре с детьми от 2 до 12 лет. В штате опытные специалисты, психологи, логопеды, социальные педагоги, инструкторы по лечебной физкультуре. В семье Широковых трое ребятишек. У старшего Максима Лучева недостаточность на обеих ручках. К 6 годам он перенес уже 4 операции. Раньше мальчика возили на курсы реабилитации в Санкт-Петербург. Поэтому открытие реабилитационного центра в Новом Уренгое пришлось как нельзя кстати. На занятия в Садко Максимка идет с удовольствием. Всех сотрудников приветствуют широкой улыбкой. В их арсенале всевозможный инвентарь для развития юных новоуренгойцев. От сложных до простых мячиков и кубиков. Мы будем их использовать для того, чтобы у ребенка сформировался навык выстраивания чего-либо по примеру. Плюс это выполнение инструкции. А инструкция это наше поведение. Помимо работы с логическим мышлением и поведением, такие игры отлично развивают моторику. С башенкой из кубиков ребенок справился на ура. Затем самостоятельно сложил игрушки на место. Далее мальчика ждали игры посерьезнее. Максим занимается шахматами 4 месяца и уже добился серьезных результатов. Он выиграл в городских соревнованиях и получил третий спортивный разряд. С точки зрения реабилитации адаптивные виды спорта очень действенный инструмент, отмечают специалисты. Но они могут расширить, во-первых, свой кругозор. Во-вторых, это дает думать. Плюс друзья. Плюс общение. Максим очень активный, поэтому долго сидеть на одном месте ему непросто. После шахматной партии сеанс лечебной физкультуры. Общий трудовой старший инструктора Галины Панахно 16 лет. Большую часть девушка проработала социальным работником. Последние три года она занимается реабилитацией детей. Недавно победила в региональном этапе Всероссийского конкурса профмастерства в сфере соцобслуживания. С помощью Галины Максим и десятки других подопечных центров прошли курс укрепления мышц дыхательной гимнастики. После прохождения курса улучшились и укрепились глубокие мышцы позвоночника. Ребенок научился правильному стереотипу дыхания и стал более скоординирован. Но нам еще с ним предстоит работа. Максим, нравится заниматься тебе? Для лучшего эффекта в комплексе с лечебной физкультурой используют аппарат низкочастотной физиотерапии. На тело крепят датчики и прибор посылает в мышцы слабый электронный импульс, состимулируя нервные окончания. Болевых ощущений пациент не испытывает, только легкие покалывания. Такая терапия улучшает кровоснабжение и повышает тонус мышц. Мама Максима говорит, что старания специалистов не прошли даром. И положительные изменения у ребенка очевидны. Сюда мы пришли прежде всего для успокоения эмоционального его фона. То есть у нас мальчик очень активный, перевозбужденный, непослушный был. С занятиями соцпедагогом, со специалистами, с психологами нам его выровняли. Поведение стало лучше намного. За год работы курсы реабилитации в Садко прошли более 200 детей. В центре есть бассейн, мастерские, игровые комнаты. На оснащение потратили миллионы рублей. Имеется здесь специальное оборудование для помощи малышам с УВЗ. Тренажер для развития мышц детей с неврологическими патологиями, нейростимулятор нейропорт. Различная лазерная техника для стимуляции и лечения. Перед микрореабилитационным центром стоит задача стать доступнее не только для новоуренгойских семей, но и помочь детишкам в отдаленных поселениях. Еще одно направление, которое мы внедрили в прошлом месяце, это выездной микрореабилитационный центр, который у нас работал в отдаленных районах города Карачаева. Девять ребят, которые проживают в Карачаево и Олимпияхе, смогли также пройти интенсивный курс реабилитации. Приятно было видеть очень счастливые и довольные лица родителей. Все дети с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья могут пройти реабилитацию в Садко бесплатно. Для этого нужно получить направление от медиков. Оказывает центр и платные услуги по оздоровлению. Уточнить всю информацию можно по указанному номеру телефона. Ольга Федорова, Андрей Тихонов, телерадиокомпания «Сигма» для НУР-24. В кондитерском доме Кристина за одну ночь произошло сразу два ЧП. В нерабочее время на территории летнего кафе порезвился неизвестный мужчина, оставив после себя разрушение. Обнаружили мы это утром, когда пришли на работу. По видеокамерам, потом позже по видеонаблюдению установили, что человек качался на качелях, сидел за столиками, уже так активно проводил время, потом просто подошел, вот это все сгреб по хапку и понес. То есть пришли здесь, цветочков нет. Кломба была вот такая же красивая, остался там один какой-то цветочек, все в земле и земля вот так вот по направлению к выходу и туда, дальше в сторону тротуара. Цветы пропали не только с летней террасы, но и у входа в кондитерскую. Обращаться в полицию руководство не стало. Пристыдить хулиганы решили публично. В ближайшее время в кафе появится дополнительное видеонаблюдение. Людям обидно, что посторонние не ценят чужой труд. Ведь стараются для них же и никак не ждут в ответ варварского отношения. Очень жаль, конечно, стараемся, чтобы жителям города было куда сходить, чтобы было где провести время с детьми в том числе. И неприятно, когда такие ситуации происходят. Той же ночью частную территорию посетила стая бродячих собак. Они разорили мини-зоопарк, который на летней террасе Кристины появился совсем недавно. Собаки погубили двух курочек и петуха. Местонахождение кроликов неизвестно. Отказываться от идеи контактной зоны с животными кондитерская не стала. Продумывают вопрос с охраной питомцев. Детям очень нравится здесь. Живой уголок. Да, очень. Поэтому я думаю, что в принципе мы это себе возьмем за традицию и будем... Может, что-то еще не знаю. Что еще? Что? Козу-короу. Татьяна Забродина, Евгений Шевченко, телерадиокомпания «Сигма» для «Анур-24». Проснулся популярным и другой любитель устраивать беспорядки на общественных территориях. В век повсеместного распространения камер такое поведение чревато быстрым и неотвратимым наказанием. Андрей Воронов в своем телеграмм пропесочил нового уренгойца, который выгрузил кучу, по всей видимости, строительного мусора в Армавирском квартале. Итог – административка и штраф. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они по понятиям знают, чем богата наша страна и какие ей следует дарить подарки. День России – это тогда, когда празднуем День России. Пластик, чтобы люди радовались и друг другу дарили подарки. Название придумали такое. И потом такой город построили и назвали «Россия». Я играю в свои игрушки, а мама печет пирог. Я буду играть, веселиться. Это же праздник нашей страны. Торды, которым пирожные едим. И пьем пукаколу. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Много денег, банк есть. Очень, в основном, много магазинов. Нефтяньков, газа и много сабасов. Много строителей, много людей. Все им что-то строят, все им что-то делают. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И все должны поздравлять Россию. А кто? Обязательно. Вот обязательно, чтобы поздравили Россию, кто должен обязательно поздравить? Татарцы. Уфа. Так, а еще кто? Ну как? Америка. Вдруг они торт привезут? Там для Путина. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы кто-то, ну, там что-то не украл. Или что-то не взял без броса. Потому что один охраняет одну сторону, другой другую. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Самый главный Путин. Путин. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович Путин. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы все знают, во что поиграют там. И как там наступит завтрак, и обед, и плотник. А вдруг какой-то злодей появится, а он, вот, и для этого нужен Путин, чтобы смотреть. И он, чтобы позвал свою охрану. Вдруг он, вдруг этот, например, там, американец зайдет к нему. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Желаю ей много людей и много подарков. Чтобы Россия была здоровая. Еще чтобы Россия не так далее погибла. Счастья, здоровья, чтобы помолодела. Я пожелаю, чтобы они были сильные, смелые и отважные. Люди, например, уважали животных, чтобы они все хорошо делали, только не загрязняли природу, там, этим, и все. Чтобы все были счастливы, чтобы все были богатые, здоровые. И чтобы они никогда не кашляли. 11 июня Новоорингойцев ждут улетные выходные. На городской площади стартует развлекательная программа для детей и взрослых. Ее запуск из-за неблагоприятной погоды пришлось отложить на неделю. В списке активностей настольные игры, спортивные соревнования, квесты, мультфильмы, дискотеки и многое другое. Развлекать горожан массовики-затейники собираются по субботам до конца лета, с 17 до 22 часов. Также 11 июня на площадке Виадук все желающие смогут сдать нормативы ГТО. Принимать их будут с 11 дня. 12 июня в Новом Оренгое состоится праздничная программа, посвященная Дню России. Отслеживать информацию о мероприятиях можно в официальных аккаунтах администрации в Телеграм и ВКонтакте. В Новом Оренгое 11 июня состоится Драйв-фест. Стартует мероприятие в 2 часа дня на площадке у северного входа в торговый центр «Солнечный», где соберутся автолюбители города. Они похвастают своими тюнингованными машинами, примут участие в конкурсе на самое низкое авто, посоревнуются на лучший автостиль и автозвук. Среди представительниц прекрасного пола выберут автоледи. Для гостей Драйв-феста сыграют диджеи. Также заявлено выступление команд по чирлидингу и группу «Звонок» и «Гремлины». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова